Самый спорный законопроект 2016-го, по версии нашего телеканала, посвящен запрету бэби-боксов. Инициатива прогремела в июне уходящего года. На тот момент депутат Елена Мизулина предложила ввести штрафы до 5 миллионов рублей для тех, кто создает условия для анонимного оставления детей. Государство не должно поощрять отказы от детей. Фактически, такого рода бэби-боксы есть не что иное, как поощрение отказов от новорожденных детей. В правительстве и Федеральном Минздраве инициативу поддержали. По мнению чиновников, ребенок, оставленный в бэби-боксе, теряет право на идентичность, то есть он никогда не узнает своих родителей. Повышаются риски торговли младенцами, так как точное количество оставленных в боксах детей из-за отсутствия камер определить невозможно. В позиции террористической направленности в бэби-бокс может быть положено кроме ребенка все что угодно. Сегодня в России действует всего 19 бэби-боксов. Их защитники создали петицию в адрес уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Обращение поддержали уже свыше 280 тысяч человек. Продолжаются дискуссии и в самой Госдуме. Лично моя позиция, если хотя бы одного ребенка я спасу от смерти неминуемой, которых мы видим на наших помойках, и даже в нашей Амархангельской области есть такие случаи неоднократные, значит я не зря была избрана в Государственную Думу. Последние полгода активно обсуждался и так называемый налог на тунеядство. Речь идет о сборах с трудоспособного, но не желающего работать официально населения. Взносы, например, в фонд медицинского страхования такие граждане не делают, а медицинской помощью пользуются. В стране около 20 миллионов людей, которые нигде не зарегистрированы. Но они живут, то есть получают какой-то доход. В этом году в Архангельской области не выразили желание работать более 20 тысяч человек. Хотят трудиться, но работу не ищут еще 33 тысячи. На медобслуживание тех, кто не делает взносы в фонд ОМС в регионе, в 2016 году потратили 8 миллиардов рублей. Сюда входит медпомощь пенсионерам, детям, студентам, а также добровольно безработным. Противники законопроекта аналогии на тунеядство ссылаются на печальный опыт СССР, где существовала статья о заведении паразитического образа жизни. 4 мая 1961 года приняли указ о дополнительных мерах в борьбе с этими тунеядцами. Наиболее известный пример применения вот этого указа в Архангельской области – это Иосиф Бродский. Он был сослан в носовании вот этого указа в деревню Норинская или Норинская, Конорского района Архангельской области. Современная Конституция РФ считает труд правом, а не обязанностью гражданина. В уходящем году это осталось неизменным. Самым долгожданным законопроектом года мы назовем предложение Федерального Минздрава приравнять нападения на медработников к нападению на полицейских. В сети все чаще появляются страшные видео. Недовольные пациенты со звериной жестокостью набрасываются на тех, кто пытается им помочь. Агрессия по отношению к медикам растет, констатируют и на Архангельской станции скорой помощи. За год на врачей нападали восемь раз. В момент оказания помощи, когда пациента переместили в машину скорой помощи, он проснулся и начал крушить оборудование и избивать медицинский персонал. Слава Богу, что персонал у нас крепкий и смогли защититься, зафиксировать этого пациента. Приравнять медиков к полицейским не удалось. Инициативу заблокировали. Но известнейший российский педиатр и хирург Леонид Рошаль пообещал не отправлять законопроект в забытье. Уже в следующем году тему взаимоотношений общества и спецслужб поднимут снова. Общественная палата обещала внести в Думу законопроект, разрешающий специальному транспорту таранить автомобили, мешающие проезду. Ирина Ившина, Денис Линчевский, Евгений Зыков. 7 дней в регионе.